итак дорогие господа начинаем отрабатывать приемы работы с телом нашего подопечного пациента значит мы нанесли масло на тот участок которого нам нужно это вся левая часть спины включая ягодицы и включая шею до волосяного покрова до начала где-то где череп начинается все приемы пока мы наносили масло да мы уже делали приемы поглаживанием мягкой переходящие в растирание растирание делаются разными способами волнообразно круговыми вот таким смотрите по размеру своей ладони но у меня ладонь такая большая вещь она покрывает от и до всего человека до середины спины если у вас ладонь маленькая или как-то и делится вот так то можно два или три даже пройтись вот таких вот линии до тела лучше всего человека подготовить перед процедурами его разогреть согреть я работаю в бане это очень хорошо синергично добавляют в другой эффект люди уже приходят разогретые специально посылают два-три раза зайти в поилку до массажа обязательно чтобы уже мышцы были размягченные и чтобы мы ему просто грубо говоря не то все время на вот эти вот растирания то есть растирание еще делать для прогрева для внутреннего согрева человека за счет трения у нас получается тепло вы все знаете физику 6 класса сюда вот в тело где-то тепло входит следующие приемы их очень много мы потом будем постепенно еще локально для каждого области отдельно но вот особый прием который наш на котором хочу становиться это стежки стекали такой то есть мы делим мы работаем ребром ладони да если мякоть ваша слишком толстая там до какой-то области да то можно прям пальчиком переходить на более тонкие пальчики разбиваем тело человека вот практически от копчика до включая крестец на четыре части визуально просто визуально раз два три четыре четвертая часть вот она заканчивается там заворачивать прямо вот туда через трапециевидную мышцу до в подключичную зону и тут очень важно наша поза обратите внимание я стою сзади нога перпендикулярно столу стопа до переди нога примерно по 40 градусов либо параллельно столу то есть движение у нас пойдут как в боксе как в каратэ как вот во всех этих восточных длинноборствах да как обычно говорят что придется удар чтобы он был мощнее энергии было больше надо чтобы ваше все тело участвовало в работе до получать флёсткий удар от пятки поворачивается пятка бедро потом таз потом корпус и туда и он кидывает вперед и то же самое я делаю здесь сначала по чуть-чуть здесь четыре части согрел потом на три участка потом на два участка раз причем сразу же видите движение моей руки тоже меняется здесь она как лодочка ныряет особенно женщин бывают таз выше да и лордос здесь больше глубже да для тех людей надо все-таки поглубже проходить поэтому она ныряет а если некоторые бывает кифоз увеличены до сутулась поэтому там прямо вот так вот за горку заходит сон зашла за горку и четвертое это полный цикл вот и до да и я вам хочу сказать что видите я максимально пытаюсь телом своим туда задать от этого сразу видно покраснение то есть хороший принцип растирания когда вы чувствуете тепло вот и вы тоже чувствуете руками тепло тут рама минута на два градуса может отличаться один раз отличается и такой достаточно розоватость на теле это и и смотрите у нас будет постоянно в процессе все все наши техники постоянно будут некоторые которые будут как бы дополнять друг друга то есть мы будем работать трапециевидно мышцы постоянно и оттягиваем назад вот в этом упражнении уже во время растирания пока мы тут растираем тут мы делаем прием оттягивание назад вместе стараемся своей ладонью уже подцепите назад уже начинается разминание внедряемся мы вот этой ладонью до конкретно прямо между линия чистых отростков между позвоночником то что самое твердое и вот этой мякотью валика паравелитобральной мышцы вот прямо между ними прямо туда-туда ну дальше можно растереть боковые мышцы квадратные мышцы вот отдельно слюкотическое проработать это все вот уже отдельно мы можем проработать на это мы будем делать дальше локально да я вам еще раз повторю говорю что будем повторять сколько какие движения по частям организма но сейчас да вот начинается самое интересное фокус том что мы постоянно еще все наши движения будут дополнять вибрацию с разной амплитуды амплитуды с разным тактом с разной частотой на позвоночник тела человека дело в том что мы будем третий день проходить диагностику да но в принципе вот когда мы качаем тело человека у него позвоночник должен извиваться как змея вот тут он до конца не извиваются видите вот это тут ступается вот и также пятки должны откликаться по сути когда человек расслабленный качаем за одну пятку мы получаем волну во всем теле человека вот это мы будем дегностировать перед мануальной техника но сейчас нам надо подготовить тело человека то есть я говорю потому что если волна есть человек здоров позвоночник здоров если волны нету не хватает она то мы его дополнительно растрясаем и вибрации для чего предназначены разной степени и разного направления они сделаны для того чтобы как можно быстрее расслабить мышцы растрясти его потому что ни одна спазмированная мышца мышца не может долго записываться вибрации рано или поздно на расслабиться и так мы включаем первую вибрацию уже в растирании ставим вот эту часть ладонь на сюда и трясем пальчиками это единственный прием когда мы трясем не за счет плеча и локти да а и насчет пальцев тренируйтесь сейчас чтобы почувствовать пальцы пальцев ходит дорос расслаблено не общись печать постоянно бывает такое с неперечки бывает поэтому тренируйтесь в воздухе тренировались да потом поставили и ваше плечо она давит руками прямая ведь я уже давлю а пальчики и стрясают достаточно так многие говорят особенно девушку очень приятно сразу пошло там и тепло и давление виситом иногда щелкать на бывает ребрышки вот второй прием это когда мы также ставим руку только двигаем второй рукой за счет того что импульс посылаем через пальцы в касание вот таким способом при этом вектора нашего давления идет по 40 градусов оттуда в тело третий прием вибрации это когда мы руку большим пальцем упираем в его остистые отростки вообще лучше конечно или 5 начинают до или 5 с 1 это сочинение самое проблему надо то есть но сразу начинаем растрясать то есть нашли его праздник находится то есть позвоночник соединяется с крестцом крестец это уже неподвижная часть тазовых тазового комплекса да и вот именно в этом месте все проблемы именно отсюда мы упираемся в этот позвоночник позвоночек с ассистом от росточка потому что начинаем растрясать чтобы вот это сбить напряжение первое а сама рука лежит охватывая все тело плотно то есть тут мы совместили два приема вытяжи выжимка вот это я просто классику уже не буду рассказывать многие знаете да то такой выжимка это мы огромную волну широкую вот этот больно по телу до чтобы она была мощнее лимфы тоже могут достаточно медленно чтобы она была мощнее мы делаем напряжение усилия второй рукой мягкой задания лимфу вот сюда в подмышечную зону и вот туда в подключичную зону вот а здесь я это объединил экономлю время может начал выжимка сделать спорта вот эта диагностика да это в принципе не страшно что-то диагностика то есть внедряя палец между отростками и валиком мышечным да мы нащупываться его чувствительной частью всякие недочеты в организме можете у кого какая чувствительная часть это вот это вот это кто-то так мягкий пальцы можно давить смотрите сами как вам удобнее я люблю поглубже делать это уже с утяжелением прям туда вознедряюсь и вот как бы отбивая вот эти астистые отросточки я их уже пытаюсь поставить на место и заодно меня посыпаться я чувствую где они смещены где есть какой-то мышечный блок тяж спазм какой-то это плаката может быть твердая зажатая мощная обычно все там либо какие-то там вот мелкие такие отвалики есть перпендикулярно чан тянущие позвоночник в бок дело в том что вот еще раз говорю здоровый человек позвоночник должен быть матуш подвижен он еще должна быть вот ассист отростки замужу пальцами своими даром вот так изображены если вы не смотрится сверху вы видите я не должен быть в одном в одну линию до часто они бывают отмена все есть такой вот так вот разбитых и синхронизированы ротированы повернуты и наша задача их выпрямить максимально после процедуры выпрямить в одну линию это разными способами мы будем делать и на третьем дней на четвертом вот поэтому сейчас мы определили да вот этим пальчиком где они например смещены да где идет там мышечная какая-то вот блокады вот и вибрация нас получилось какая первая вот такая практически кожаная согревающая вторая внутрь тела человека можно делать вибрацию хотел снеге еще и скажу со словами или я вибрацию такую неделю вот откуда я начинаю раз вот рамки совете на кассе поставил не бойтесь кстати многие думают там эротический орган кто-то пишет кто-то думает что это больно копчик сломается кто-то еще счет вот особенно у женщин самая крепкая часть это крестец нужно бить кулаком со всей силы и и всем весом смотрите все своим весом большим на него напрягались и сразу начинаю с него соскальзывать а вот в момент соскальзывания уже надо не попасть на позвоночник потому что по на позвоночнике уже будет больно особенно если с грыжи уже будет травмирована поэтому с крестца и сразу в бок снижая да и вот первые браться вот такая достаточно жесткая но она такая поверхностная вторая вибрация чем до вторая вибрация за счет руки вот это я рыберно-позвоночное сошлиния как бы вперед подбиваю вот так вот вектор идет туда в тело человека по 40 градусов третья вибрация вот такая вот раскручивающую его в этой плоскости то есть я упираюсь позвоночник власти статус туда вот на этом мы поставим паузу отработан прием а дальше вас ждет еще кое-что интересное так что не переключайтесь